Эту тему подробнее будем обсуждать с нашим гостем Пётр Кульпа, директора программы Школы Министерства Киевской Школы Госуправления имени Сергея Нижнего, бывший член правительства Польши, с нами на связи. Добрый день, слава Украине. Героям славы, Пётр. И вот хотелось бы сначала разобраться, что значат эти слова, что Польша уже готова разместить ядерное оружие, а что, собственно, для этого нужно. Поскольку прецедент же уже был, есть примеры. К примеру, с ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие, в рамках этой программы Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие. Так вот, в рамках этой программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Так что для этого нужно от страны? Главное, это просто отойти от договора 1997 года, неписанного, который называется «don't ask, don't tell». Ни спрашивай, не будет сказано, который поступит, а значит, что на территории стран, которые тогда входили в НАТО, было согласие, чтобы не размещать на постоянной основе войск и не размещать ядерного оружия. Но поскольку Россия сломала этот договор, вот размещение ядерного оружия в рамках программы nuclear sharing было бы показанием, что нету стран второго сорта в рамках НАТО, что Польша является полноправным стопроцентным членом этой организации и на ее территории может быть размещено ядерное оружие. То, что Россия разместила на уровне, на Беларуси ядерное оружие, это факт. Сейчас ядерное оружие размещает в Карелии. Ну и увидим скоро Пескова, который плачет, что НАТО разместило, например, ядерное оружие на территории Финландии, потому что по всей вероятности такой будет ответ. Ну вот мы видим, что пока что со стороны США, либо же говорят, что нет, мы еще предметно или детализировано не обсуждали на самом деле это заявление, скажем так, Польша. Польша, наоборот, говорит, что мы обсуждаем. Так вот, почему именно сейчас Польше это понадобилось? Действительно ли это связано с размещением тактического ядерного оружия России на территории Беларуси? Или здесь что-то другое? Какие-то, возможно, политические нюансы, которые нужны тому же предыдущему правительству, которое было, скажем так, с Анджеем Дудой вместе. Сейчас другое правительство. И вот, кстати, почему сейчас некоторые, ну не то чтобы разногласия, а какое-то непонимание между правительством Туска, Дональда Туска и президентом Дудой, что-то происходит, какое-то недопонимание. Вот тот же Дуда говорит, что надо сначала, жду непременно встречи, чтобы обсудить этот вопрос, он очень важен. Ну где-то вот примерно в таком контексте сказал премьер-министр Тоск, что происходит внутри самой Польши. Почему именно сейчас необходимо этот вопрос поднимать? Разницы в принципе нет. Могут быть разницы по коммуникации этого вопроса. Но на самом деле это большой интерес Польши, чтобы Польша могла участвовать в программе «Нюклео шаринг». И это, в этом заинтересован будет так президент как премьер-министр. Это вопрос обсуждался по всей вероятности во время встречи с президентом Байденом, который несколько недели тому назад, две недели тому назад был в Вашингтоне. По всей вероятности этот вопрос президент Дуда обсуждал с кандидатом в президенты, бывшим президентом, Дональдом Трампом. И вопрос здесь касается на самом деле более глубокого вопроса. Это вопрос о гаранции безопасности. Потому что то, о чем заявил президент Трамп про риск того, что Соединенные Штаты покинут Европу и будут сосредотачиваться на конфликте с Китаем, это очень сильно как будто поставило вопрос реальность и гаранции безопасности со стороны Соединенных Штатов. И в случае, когда есть сомнения, тогда в нормальном порядке является ставить вопрос или приобретение собственного ядерного оружия, или переговоров с Хеджингом. Короче, здесь был бы разговор с Китаем, который имеет силу сдерживать Россию. Это вопрос касается не только Польши, не только Германии, но касается также Японии, например, Тайвани. И здесь просто ключевые войвы просто это каким образом Соединенные Штаты собираются, показывают свою ступроцентную, полную гаранцию для безопасности в рамках пятой статьи НАТО. И кажется, что программа НУКЛАЙ ШЕРИНГ является тем коммуникатом, который понятный для России, который я единственное, что понимает, это язык силы. С другой стороны это коммуникат, это сообщение также для общественной Европы. Так что просто эти моменты, а не глобальные, а не ключевые, надо помнить, что есть опыт. И этот опыт, я бы сказал, двухсторонний. Во-первых, на территории Польши был ядер на Яруже, который был собственником, был Советский Союз. Ну, то, что надо помнить, что на территории Западной Германии, Федеративной Республики Германии во время Холодной войны, то, что было тактическое ядерное оружие и в принципе подсамолеты, немецкие техники, подсамолеты, которыми управляли немецкие пилоты, да, подсыпляли, это просто был американский офицер, который выдавал это оружие. Вопрос в том, что Соединенные Штаты гарантировали тогда Германии безопасность и то, что она не будет жертвовать до гаварниака на высшее их голов, таким образом, что 300 тысяч американских солдат стояло в Западной Германии, готовых умирить в случае нападения со стороны Советского Союза, что исключало вопрос до гаварниака. Вот весь вопрос, это того, чтобы гарантии, которые предоставляются, были реальными, чтобы, во-первых, ядерное оружие, которое бы в рамках программы Nuclear Sharing 2 поставлялось, действительно было и чтобы система его применения была разработана по процедурам и вся эта система как часть одного целого могла работать ради интереса безопасности Центральной Европы. Просто почему так детально расспрашивая о том, что происходит и внутри, скажем так, политической среде Польши, потому что вот, поскольку я уже вспоминала о премьер-министре Дональде Тоске, он, в свою очередь, не настолько категоричен в вопросе размещения в стране ядерного оружия. Такую идею Дуды он назвал, цитюрю, очень масштабной, при этом заявив, что прежде чем делать собственные выводы, хотел бы встретиться с президентом, чтобы обсудить этот вопрос. Давайте услышим прямую речь и далее обсудим. Я с нетерпением жду встречи с президентом Дудой, потому что этот вопрос напрямую и очень четко касается безопасности Польши. И я должен хорошо понимать намерения президента. Я также хотел бы, чтобы любые инициативы были очень хорошо подготовлены людьми, ответственными за них, и чтобы мы все были убеждены, что мы этого хотим. Эта идея очень масштабная, я бы сказал, очень серьезная. Я должен знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление. Дональд Туск, премьер-министр Польши. И мы понимаем, что заявления президента Дуды, они несколько эскалируют в принципе ситуацию и взаимоотношения между Польшей и Российской Федерацией, поскольку мы, как видим, в Кремле очень тоже резко, в принципе, не что новое, но тем не менее резко отреагировали на такие тезисы. Вот как мы уже упоминали, пресс-секретарь Путина Песков сказал так, что военные России предпримут необходимые меры для безопасности в случае размещения ядерного оружия в Польше. Какие эти меры могут быть? И тут, как вы видите, действительно ли эскалируется ситуация в взаимоотношении между Россией и Польшей? Мы просто уже привыкли, что Россия, не имея других рычагов, просто постоянно будет повторять, что у них ядерное оружие, готовы их применять. Но вот это будет весь разговор. Поэтому, когда на теоретическом уровне рассматривали всю эту ситуацию, сразу после полномасштабного вторжения пришли к выводу, что единственная конструктивная политика по отношению к государству, который ведет себя как пьяный сосед с пистолетом ядерным, который залезает в квартиры соседей, просто что единственная ответственная политика это установить санкции, да, и те, которые есть еще больше санкций установить и не снимать их, пока Россия добровольно не откажется от ядерного оружия. Вот такой должен быть ответ на любые. Просто и спуги, и попытки шантажировать. Москву и Москва, единственный язык, который понимает, это язык силы, просто этим ядерным оружием уже надоело. Просто если смотрим постоянно про это ядерное оружие, но это, прежде всего, надо понимать показания беспомощности. Просто показания то же самое, если смотрим на то, что предлагает Караганов, короче, удар ядерный, да, ради того, чтобы показать, насколько Россия серьезна. Ну вот, это вот типа моменты, это бессилие, это слабость, потому что если бы у них было все хорошо, если бы справлялись с внутренними, внешними проблемами, если бы могли достичь каких-то результатов в войне, просто не было бы об этом разговора, потому что про силу, про ядерное оружие, да, говорит тот, который очень сильно вырос в результате конфликта, агрессии России, против Украины. Дальше, на 100% просто язык шантажа и силы, которые Россия употребляет, он будет меньше и меньше действовать, это просто, ну, скоро, скоро будут ядерным оружием угрожать, если кто-то не согласится, им чего-то поставить. Ну, вот, ну, просто уже, уже маразм полный, ну, и что дальше говорить? Ну, сами размещают ядерное оружие и тоже не считаются с чувствами, и хотя бы вот сейчас на границе с Финадией. Выглядит, что Польша не совсем рассчитывает на пятую статью НАТО, ну, как так получается, да, в чем же тогда необходимость размещения еще ядерного оружия, да, и присоединиться обязательно к этой программе. Так вот, что же говорят в НАТО? Вот Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что Альянс пока не планирует развертывание ядерного оружия в других странах в рамках сдерживания. Об этом он сказал 23 апреля во время пресс-конференции в Польше вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Вот, его просто попросили Столтенберга прокомментировать, ведутся ли непосредственно в странах НАТО разговоры расширение программы совместного использования, ядерного оружия, nuclear sharing. Так вот, он сказал, что нет. На что рассчитывает Польша тогда? Ну, во-первых, я был секретарем полской delegации в парламент НАТО и знаю, что написано в пятой статье. Просто на самом деле пятая статья говорит про совместные действия. Но если, например, союзники написали в Телеграм, мы вам желаем счастья, пятая статья будет выполнена. Суть пятой статьи это то, чтобы была реальная готовность, реальной присутствии, реальной гаранции, реальной процедуры, которые будут работать в момент угрозы. И тот, кто будет успокаивать за тем, что есть какая-то абстрактная пятая статья и не будет думать, каким образом эта помощь должна быть обеспечена, в какое время, какими средствами, да, это будет вести себя так, как тот, кто верил в Будапештский меморандум. Дальше. Это не вопрос веры, а вопрос реальности, реального планирования, реального присутствия именно в этом сила НАТО. Вот что касается дальше того, что говорил генеральный секретарь, это вопрос решается прежде всего в двухсторонных контактах с Соединёнными Штатами. На самом деле это американская программа, это американское оружие. И есть, как высказали, пять стран НАТО, которые имеют это оружие именно на основе соглашений с Соединёнными Штатами. И вот и ничего меньше, ничего больше. Поэтому, если, например, контекстом высказывания полкового президента является его встреча с кандидатом в президенты Трампа, да, этот вопрос, каким-то образом был тронут, на самом деле с этой темы снимается там, так как с присутствия войск НАТО на территории Украины, что сделал президент Макрон. Почему мы ограничены в том, чтобы что-то обсуждать? Правда? Ну, если точнее шесть, да, стран в этой программе и которым предоставляются ядерные боеголовки. Тут буквально уточнение. Для того, чтобы Польше также предоставить это ядерное оружие, нужно единогласное решение всех стран НАТО или большинства? Ну, прежде всего нужно согласие Соединенных Штатов. Надо понимать, что Соединенные Штаты это в 80% силы Союза. В плане финансов, в плане всего возможного. Так что здесь единственная сила, на самом деле единственное согласие, которое нужно, это согласие Соединенных Штатов. Вот все остальное, это... Это просто... Спасибо вам, Пётр, за ваше время. Для нас напомню нашим зрителям. Пётр Кульпа, директор программы Школы министров Киевской школы госуправления имени Сергея Нижнего, бывший член правительства Польши, был с нами на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!